Заключение Джугур Кукинеша по снятию неприкосновенности с Атамбаева поступило в Генпрокуратуру. Теперь в течение 7 дней надзорный орган должен дать оценку, имеются ли основания в заключении для возбуждения уголовного дела. Если Генпрокуратура решит, что есть весомые основания, то парламент будет рассматривать вопрос о снятии иммунитета с экс-президента. Временная депутатская комиссия Джугур Кукинеша во главе с Ханебеком Иманалиевым и другими членами этой комиссии провела несколько заседаний, на которых они выслушали мнение инициативной группы и представителей правоохранительных органов, по итогам которого... Временная депутатская комиссия выдвинула в адрес экс-президента изначально 9 обвинений, но по итогам работы комиссии это число сократилось до 6. Так его обвиняют по следующим пунктам. В узурпации власти гонение на депутатов, судей, общественных деятелей и журналистов. Депутаты считают, что Алмазбек Атамбаев создал организованную преступную группу и контролировал деятельность всех госорганов. В причастности к незаконному освобождению крима авторитета Азиза Батукаева, депутаты считают, что именно Алмазбек Атамбаев, наряду с другими чиновниками, причастен к досрочному выходу на свободу вора в законе в 2013 году. Незаконное завладение участком в селе Койташ, где Атамбаев построил дом. В этом плане экс-президенту пытаются вменить незаконное обогащение. Возможная аффилированность с компаниями АК Петролиум и АК Инвест. Коррупция при модернизации ТЭЦ Бешкека. Известно, что ГКМБ выделил материалы в отдельное производство в отношении экс-президента. Возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бешкека. Так, на днях это заключение Временной депутатской комиссии на заседании парламента поддержали 100 народных избранников. После чего оно поступило в Генеральную прокуратуру. Постановление Деорг Книша о выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской республики для лишения его статуса вместе с заключением Временной специальной комиссии поступили в Генеральную прокуратуру 20 июня текущего года. Значит, в настоящее время в соответствии с пунктами указанных в постановлении данные документы рассматриваются и по результатам которых будет дополнительно вам сообщено. Ну а видные политические деятели отмечают, что этот вопрос надо было поднимать раньше, так как на протяжении полутора лет экс-президент очерняет власть и грозится поднять народ на митинги. На такие слова и действия нужно реагировать в свое время, говорит депутат легендарного парламента. Еще не поздно. Сейчас ведь многое шумят, что почему в таком скоротечном порядке рассматривается вопрос об Атамбаеве. Наоборот, опоздали. Если бы раньше, еще в прошлом году поставил бы вопрос, возможно, мы не обострили бы общественную политическую ситуацию, как сейчас мы имеем в действительности. Поэтому нужно дальше идти в законном порядке, в рамках только закона. И никто не должен бояться. А ведь если действительно будет какие-то материалы, будет вести следственные мероприятия, потом судебные заседания всех инстанций. Это долгий процесс. Теперь главный надзорный орган страны в течение семи дней должна дать оценку, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела. Если надзорный орган решит, что есть основания, то Чоурху Кенеш будет рассматривать вопрос о снятии неприкосновенности.